Рафаэль Арутюням дал новое интервью. Вы говорили, что больше эту тренерскую ношу на себя не взвальте. Не приходится сейчас бить по рукам, чтобы опять не втянуться? Сейчас я скорее просто помогаю некоторым фигуристам, Илье Малинину, например. Помогаю, на мой взгляд, очень мало, а ценит он очень сильно. Я появляюсь рядом тогда, когда нужен, и делаю по факту совсем немного. А хотели бы больше? Нет, я хочу отдавать столько, сколько просит. Вот насколько я нужен, настолько и включаться. Я очень давно в этом мире спорта, и знаю, что такие ребята, как он, точно понимают, что им надо. Я редко ошибаюсь, потому что вижу человека, и я уникальна, и я знаю, что он точно знает, чего он хочет. Он как губка впитывает мгновенно. Берет с одного слова, а иногда вообще с одного взгляда. Он очень толковый парень. Да, он щедро одарен, но еще и голова хорошая. Что в его физических данных позволяет ему делать то, чего не могут другие? Скажу так, физика очень зависит от головы. Плюс у него очень высокий уровень мотивации. Он тот локомотив, который тащит себя вперед. А вы до Малинина верили, что четверной аксель это реально? Конечно, я и в пятерной верю. Просто надо позаниматься. Другой вопрос, нужен ли он. Но я вижу, что Малинин может прыгнуть в пятерной тулуп. Скорее всего, не только тулуп. Он реально может это сделать. Сложность пятерного не в исполнении, а в опасности травм. Когда мы с Нейтоном работали, иногда прыгали четверной тулуп так, что там можно было сделать и пятерной. Другое дело, что мы поняли, он особо не нужен. Задача была другая. Тут еще многое зависит от места тренировок Ильи. Я думаю, что если бы мы могли переехать поближе ко мне в Тольфорнию, то было бы полегче, и я смог бы быть полезнее. У нас на катке есть и условия, и возможности, и заинтересованные лица. У нас уедет в катка настоящий фанат фигурного катания. А как часто Илья к вам прилетает? Редко сейчас. Раньше было почаще, потому что были определенные проблемные моменты. А сейчас все выправили. Он сам над многими вещами поработал. В основном присылает видео, если есть вопросы. Вот за неделю до чемпионата мира такое было. Но там уже минимальные штрихи. После сезона дважды был. Поставил обе программы у Шеллинг Бор. Она же работает на нашем катке. И мы с ним поработали. Он невероятные вещи творил. Даже говорить страшно. Например, прыгнул в четверной тулуп, выехал и тут же сделал четверной аксель. С чистым выездом. А программы вам понравились? Это явный шаг вперед. Один из многих, которые ему предстоят. А понравится мне тогда, когда он выиграет. Вы согласны с тем, что Илье надо продолжать скатать его космический контент? После чемпионата мира начались разговоры об откате от того же четверного акселя. Да, понимаете, он же сам так хочет, сам на это идет. Хотя его все вокруг и отговаривают. Родители против, руководители федерации против. Даже судьи в частных разговорах ему советуют упросить контент. А я, получается, единственный человек, который за. Все ребята сегодняшнего топа хорошие фигуристы с большим потенциалом. И хочется приехать на Олимпиаду не как в казино, чтобы уповать на везение. Я люблю, чтобы все было надежно. Есть такое понятие Generation Talent. Про Малинина можно так сказать? Да, безусловно, он особенный. Чен тоже был особенный, кстати. Я встречала еще способных, они все великие. Я не хочу называть имена, но мне на них везет. На этом у меня все. Спасибо, что поставили до конца. Пока!